И снова здравствуйте, здравствуйте дорогие друзья, хорошего настроения, хорошего самочувствия, всяческих успехов. Хочу с вами обсудить важную мысль, которую в принципе сейчас можно довольно часто много где услышать. Руслан Хасбулатов призывает всех граждан, депутатов, министров, губернаторов и иных должностных лиц, владеющих активами более 200 миллионов рублей, вовлечь строительство новых заводов и фабрик, дорожное строительство и так далее, с установлением жесткого контроля, осуществить детальную ревизию всего народно-хозяйственного комплекса с целью изучить отраслевые дисбалансы. Это предоставит возможность осуществить плановый подход ко всей реконструкции. Я сразу отмечу, что эту тему надо поднимать, тему национализации, тему раскулачивания олигархов поднимать надо. При этом важно не верить в эти восклицания больше, чем они того заслуживают. На самом деле нужны очень разные инструменты. Многие люди сейчас на стрессе после двух лет ковида, кризис, безработица, рост цен, спецоперация. Это все давит на нервы естественно. Многие семьи распались, многие потеряли родственников в результате всяких интересных процедур, в результате некачественного питания, отвратительного воздуха. Ну, в общем, вы знаете, что в стране происходит. Естественное убыльное население по итогам прошлого года 1 миллион 42 тысячи человек. Ну, так вот, лозунги, это хорошо, они поднимают моральный дух, боевой дух, настроение. Вот-вот мы заживем при коммунизме, это правильно, это помогает людям жить и работать, создавать семьи, не отчаиваться. Вот-вот, вот-вот, уже почти все, это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Но если мы хотим, чтобы это воплотилось в жизнь, нужно нечто большее. Вот, давайте разбираться. Предположим, вы родились в Москве, в центре Москвы. И так уж получилось, что вы никогда не оказывались в сложной жизненной ситуации. Вот как у вас была квартира от родителей, трехкомнатная, на чистых прудах, так она у вас и осталась. Сейчас такая квартира может стоить больше 200 миллионов рублей. То есть вы нормальный человек, вы просто живете в центре, вы работаете, например, заучим школы. Вы получаете зарплату хорошую, московскую зарплату, 200 тысяч рублей в какой-нибудь классной школе. Вы работаете там заучим, у вас все хорошо, вы в шоколаде. Но вот по этой логике у вас уже есть 200 миллионов рублей. Просто потому, что квартира в центре Москвы. И что, этот человек должен ее продавать, что-то сразу суетиться. Хорошо, другой пример. Вы предприниматель, не бизнесмен, который только про бабки, а предприниматель. Вы что-то создаете. Вы, например, занимаетесь обработкой дерева. Вы покупаете дерево, делаете доски. Сначала вы работали просто с братом. Потом у вас появилось 5 наемных сотрудников. Вы расширились. Вы поставили два станка древообрабатывающих. Потом вы купили новый земельный участок. Вы еще расширили производство. Вы купили вагончики, чтобы нанятые люди, которые работают на вас, могли там жить. Вы построили столовую для работников, которых у вас уже 50 человек. У вас есть уже свои, например, грузовики, которые доставку осуществляют, привоз, вывоз. У вас за 20 лет работы ваше гаражное производство с братом разрослось. И у вас уже активов на 500 миллионов рублей, например. Но это не деньги у вас в банке. Это станки, вагончики, здание столовой, земельный участок. Деньги вложены в электрификацию, газификацию этого участка, в водопровод, в канализацию. У вас вот это вот транспорт есть. У вас есть, в конце концов, квартира. То есть, как этот человек должен поучаствовать? Что он должен делать? Все распродать? На каком основании предлагается вот именно 200 миллионов рублей? 200 миллионов рублей в крупных городах, в Москве, в Питере, возможно, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Краснодаре, это вообще не деньги. Зачастую это вообще не деньги. Это не миллиард рублей. То есть, это серьезная, конечно, сумма. Ну, просто нужно пояснять. Что имеется в виду под активами? Если у человека акции куплены на такую сумму, понятно, окей. Человек, если у него куплены акции на 200 миллионов рублей, он регулярно получает дивиденды от компании, от Газпрома, Сбербанка, Норильского Никеля, Роснефти, Башнефти и так далее. Можно получать просто дивидендами. Ну, например, там 30 миллионов рублей в год вообще не работаешь. Просто у тебя куплены эти акции, ты получаешь приличную сумму денег регулярно каждый год на свои счета. Так можно не людей требовать, можно требовать, чтобы дивиденды направлялись в бюджет. Можно просто ввести специальный налог на дивиденды. Причем тут активы. Хорошо. Значит, другой вопрос. Что значит вовлечь в строительство заводов и фабрик, дорожное строительство и так далее с установлением жесткого контроля? Это вы что, хотите, чтобы олигархи пошли кирпичи, клали, раствор месили или асфальт трамбовали? Ну, то есть, что конкретно вы имеете в виду? Лозунг красивый, я не спорю. Но конкретно что должны делать эти люди? Поделиться деньгами. Ну, так просто введите налог на богатство. Это давно назрело. Если человек оставляет в наследство родственникам сумму больше, чем, например, 100 миллионов рублей. Он платит один налог, больше, чем 10 миллионов рублей другой налог, 20 миллионов рублей третий налог, 50 миллионов рублей четвертый налог, 100 миллионов рублей пятый налог и так далее. Повышающий и повышающий коэффициент. Так что, если миллиардер какой-нибудь, Дерипаска, свою корпорацию завещает каким-нибудь чудиком своим, родственникам, чтобы осталась половина максимум, а лучше еще меньше. И пусть они добиваются всего в жизни сами. Вот как это должен вопрос стоять. Более того, у многих олигархов, а у них нет никаких миллиардов, это все записано на другие компании, на подставные компании, на родственников. То есть это же вопрос не так просто решается, это надо по-другому подходить. Если вы хотите сверхбогатых людей раскулачить, если вы хотите, чтобы они начали работать на страну, на восстановление, возрождение, развитие России, вам нужно изменить саму систему. И делать это нужно по-умному. И первый вопрос, а кто будет проверять? Кто те люди, которые придут к олигарху и скажут, так, у вас состояние 40 миллиардов рублей, вы должны построить завод, три дороги, вот отсюда, досюда, и отсюда, досюда, и вот туда, вот отсюда. Вот это, вот это, вот это, вот все вам надо сделать. Очень все четко и понятно. Вот чем надо заниматься. Они просто замечательные, чудесные истории про то, что мы у них все отберем. Потому что если придут, а им скажут, так, тебе и тебе, я дам по миллиону долларов, свалите в туман и скажите, что у меня ничего нет, у меня дом сгорел. То есть любое завинчивание гаек без глубокой предварительной проработки, оно приведет только к одному. Оно приведет к новому витку коррупции. Михаил Делягин рассказывал конкретную рабочую схему, учитывая мировой опыт, как это все должно происходить. Вот прям по полочкам. Не нужно искать больших бабок. Сначала нужно посадить коррупционеров. Причем в таких масштабах, что это будут не отдельные коррупционеры, а целые коррупционные сети, целые ведомства будут целиком уходить за решетку. Простые законы. Первое. Любой человек, который рассказывает про коррупционную схему, в которой он участвует, кому он дает деньги, куда они отправляются дальше, кто ему дает деньги, все рассказывает про своих подельников, он полностью освобождается от ответственности. Сейчас доносить на кого-либо опасно. Второй момент. Если ты отказываешься донести, отказываешься рассказать все про своих подельников, то у тебя это конфискуется. Нам нужно возрождение института конфискации и у тебя, и у твоих родственников, с которыми ты регулярно общаешься. Если ты каждый год видишься со своим двоюродным братом на Новый год, он считается твоим родственником. Если у него слишком большая квартира, он тоже ее потеряет. Вот эти простые законы, которые обязывают и вынуждают коррупционеров рассказывать, с кем и в каких отношениях они состоят, это то, что может реально зачистить страну от коррупции. И вот после этого, когда олигархи начнут сажать министров, а министры начнут сажать олигархов, эти бешеные бабки, они автоматически придут в бюджет. Вам не надо будет специально гоняться за этими деньгами. Вам не нужно будет выдумывать, как же мы уговорим богатейших людей страны поделиться с бюджетом. Более того, в бюджете и так бабок, огромное количество, бешеное количество денег находится в бюджете, просто колоссальное. 15 триллионов рублей, неиспользованные остатки на счетах федерального казначейства, это можно все дороги поменять 4 раза в нашей стране, даже те, на которых асфальта никогда не было. Просто это никому не надо, сама система не работает. И одно из первых решений, которые надо принять, это решение по борьбе с коррупцией, не с отдельными ворами. Ой, мы посадили замминистра, который 8 лет назад уволился с госслужбы. Это вот сколько угодно будет. Не-не, надо сажать кланами, надо сажать семьями, надо конфисковывать все, что плохо лежит. Вот это четко. И госслужащие, даже которые 15 лет назад были госслужащими, должны обосновывать происхождение своих капиталов, презумпция виновности. Вот эти законы, они могут реально раскулачить элитку. А просто вот эти лозунги, заставим олигархов строить дороги, не, ребят, это так не работает. Сначала нужны чистки. Нужно оздоровление правящего класса. После массовых посадок, не по беспределу, а по закону, после массовых посадок, освободится огромное количество вакансий, люди начнут делать карьеру. И вот тогда все сложится. Мне сегодня с утреца приходит письмо, просят помочь прописать проект формирования надомного обучения и кампуса для среднего профессионального образования. Они пытались сделать проект силами высшей школы экономики. Это был полный провал. И они ищут каких-то адекватных, вменяемых специалистов. Надеюсь, сможем им помочь. Не факт, что я знаю людей, которые лучше меня в этом разбираются. Вот такого будет все больше. Если вы хотите сделать что-то по-настоящему, а не на бумаге. Старая элитка, чиновники, депутаты, вам не помогут. Вам нужны люди другого уровня. Чистки в России назрели и перезрели. Но они должны быть не такими, как многим кажется. Это должны быть просто конкретные законы и жесткое их исполнение. Спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь на вашу активность. Обнимаю, берегите себя. До новых встреч. Пока.